видите вот садитесь вот смотрите мои хорошие смотрите есть есть логика которой мы живем логика нашей судьбы в этой жизни я вижу больше чем как бы вот эту жизнь поэтому не все понятно и не всегда иногда мне даже хочется говорить человеку о том почему так но всегда когда мы ну серьезно наказаны богом а это называется наказание то что сейчас было сказано то это всегда вызывает протест если мы не знаем за что вот вот весь этот монолог был а он означал одну вещь за что олег геннадь за что ну неужели вам это надо сейчас вот раскладывать за что я точно знаю что есть причина причина заключается вашем собственном жестоком отношении к своему ребенку прошлой жизни да моя хорошая поймите что мы не все знаем про себя ну как вы думаете и бывает такое что без причины кто-то нас наказывал в этой жизни нет причины вы у вас нет нет причины ей вас мучить в этой жизни нет причины но понимаете она не сама это делает через нее действует определенная сила которая ей ей вас показывает вот ей кое-кто вас показывает и так как она не развита как вы духовно она не может прощать просить прощение если по нам в это делала она бы увидела другую картинку она бы увидела что то картинку которую она видит она это неправильная картинка понимаете нам часто друг друга показывают не в том свете какие-то силы а если человек молитве живет он потом возвращает правильное видение человека близко понимаете карма это наваждение это как такая сила которая нас обманывает и когда этот обман срабатывает получается несправедливости которые вы говорите но если она будет правильно себя вести то это будет милость по отношению к вам от нее милость потому что через нее по вашей судьбе всю жизнь должно идти наказание за исключением того если вы все-таки отработаете это сможете ее прощать любому как бы она себя не вела и вы с вам станет спокойно вы поймете что это ваша судьба и все и в этом случае судьба начнет таять и совсем пройдет в результате она увидит вас другом свете поймет что вы другой человек не тот которого она воспринимала до этого поймите что вот эта причина ваших страданий есть если вы это поймете вам спокойно станет вы сейчас не принимаете это все не принимайте вы бунтуете вы протестуете против этого потому что не знаете в чем я виновата конкретно сейчас ну в чем я виноват где моя вина просто понимаете уже в прошлой жизни вы раскаялись за то что было но все равно от этого ничего не отменилось то есть часть судьбы на вас навалилась сейчас и так как вы раскаялись вы стала бы другой, другим человеком. В этой жизни вы так себя не вели. Знаете, есть вещи, которые нам очень трудно понять. Очень трудно. Но жизнь не может от этого быть отменена. Понимаете, вот допустим, я уже много-много лет молюсь искренне, и только сейчас я начинаю потихонечку видеть, чувствовать в своей прошлой жизни, что я там натворил, за что я здесь отвечаю. И это не очень приятно смотреть, знаете, на это на все. Поэтому нам Бог и не показывает. Мы даже в этой жизни не все готовы увидеть в себе. Понимаете? Не все готовы принять, что мы делаем в этой жизни даже уже. Например, часто люди не понимают, что аборт – это убийство ребенка, это жестокость. Мы даже не вспоминаем об этом, думаем, я такой хороший человек, мы не знаем, как мы убивали своих детей в утробе. Даже за это уже человек заслуживает наказания. Но мы даже не помним этого, что мы это делали, не то, что там как-то серьезно к этому относимся. Потому что человек не хочет вообще помнить о том, что он делал не так. У него нет контакта со своей судьбой полного. У него есть только чувство несправедливости, когда приходит наказание, и все. Ну так, я чуть-чуть вам как бы рассказал, раскрыл чуть-чуть какие-то моменты. Я не хочу вас сильно как бы мучить. Я хочу вам просто сказать, что у меня есть точно такая же проблема с родственниками. У меня есть одни отношения такие же, как у вас. У них не было никакого счастья для меня. И узнать, почему, мне было очень неприятно. Но это не из этой жизни. Я вижу аналогию у вас точно такую же. Все то же самое, все одинаково. В этом мире все примерно одинаково. Но видокурил, потом отвечаешь. Примите, примите судьбу, вам станет легче. Примите.